Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но сначала я бы все-таки хотела, ребят, чтобы вы рассказали, кто-то из вас или все вместе, во-первых, о том, как появился фонд «Городские проекты» в городе Кирове, чем планирует заниматься и что хочет сделать каждый из вас для нашего города. Вопрос каждому по очереди? Да. Кто начнет? Кто берет на себя ответственность и сделает первый шаг? На самом деле могу начать я. Давайте, Роман. Здесь важно отметить, что я не совсем стою у истоков появления фонда «Городские проекты» в городе Кирове. На самом деле, несколько лет назад уже эта структура в городе появилась и осуществляла какую-то деятельность. Но сейчас, благодаря структурам, которые строит как бы федеральный штаб, мы строим структуры внутри городов. Для городов это вовне. Давайте просто несколько слов для тех, кто вообще в принципе не знает, что это за городские проекты. А давайте мы сделаем вот что. Просто чтобы попроще было нашим гостям, давайте мы сейчас послушаем комментарий Максима Катса. Я вчера записала его по телефону. Максим должен был быть сегодня с нами на связи, но он тоже в 12 часов, ему было не совсем удобно говорить. Он как раз о сути. Да, да, директор фонда «Городские проекты» Максим Катс. Цель открытия отделений городских проектов, сейчас мы открываемся, по-моему, в 65 городах постепенно, состоит в том, чтобы идеи современной урбанистики, которые, в общем-то, очень простые, понятные, написанные, изложенные в литературе, лоббировались этими отделениями в городах. Чтобы у нас была удобная пешеходная инфраструктура, качественный общественный транспорт и все, что связано вот с этим. Для этого мы открываем отделение, чтобы заинтересованные в качественных городах молодые люди, и не только молодые, организовывались такое общественно-политическое движение, и лоббировали, или требовали, или сами избирались, и делали удобные города. Как раз в Кирове была одна из заметных наших таких федеральных историй. Там наше отделение написало ВКонтакте, во-первых, про заборы, потому что стали устанавливать какое-то бесконечное количество заборов, которые опасны, мешают пешеходам, и в случае аварии разлетаются, и могут травмировать кого-то. И вот написали про заборы, и подействовало это, как ни странно, очень неплохо. Администрация пришла в комментарии даже и ответила там, и сейчас вроде как больше забора этим не ставят. Наличие забора — это признак градостроительной импотенции. Это значит, что управляющий городом или архитектор, тот, кто занимался этой территорией, он не смог так устроить пространство, чтобы людям было удобно, и он вынужден ограничивать их забором. Так что я надеюсь, что с Кировой не будет. Потом там, когда были выборы главы города, подняли шум тоже, почему нет дебатов, почему нет публичного обсуждения, и вроде как он даже пришел к вам на лех. Это такие полезные вещи, то есть когда есть дискуссия, то это лучше, чем если нет дискуссии. Понятно, что лучше прямые выборы. То есть если человек независимый от власти, независимый от власти взглядами, формирующий сам свою позицию, становится депутатом, то, конечно, существенно продвигается дело, и громче становится голос. Поэтому наша цель везде — избирать депутатов в городские думы, молодых, активных, идеалистических, с идеалистическими взглядами людей, которые не карьеру свою строят, а которые хотят сделать мир лучше, избирать их в городские думы, и дальше, чтобы они развивались, чтобы они добивались каких-то целей, и чтобы российские города, во-первых, прекратили идти назад, прекратили ухудшение, потому что во многих городах, например, отказываются от электротранспорта, от трамваев, от троллейбусов. У вас тут еще есть троллейбусы. Весь мир сейчас наоборот. Все мечтают, чтобы у них была электротранспортная система в городах. У нас они есть, и мы не справляемся. Это ошибка. Или строительство вот этих вот огромных «человейников», как их называют. Да, это здание, где квартиры со временем обесценятся, и превратятся в гетто, и недвижимость ничего не будет стоить, придется их сносить, это очень будет тяжело. Многие страны мира уже прошли по этому пути, и наша цель — добиться, чтобы российские города не делали эти ошибки. Я не знаю, насколько можно убедить текущую власть, особенно «Единую Россию», действовать в интересах людей, чтобы они вдруг начали делать удобные города. Но если вдруг они начнут, вот у нас в Москве был опыт. Мы вот начали это еще рассказывать, и бац, пришел Собянин, и весь центр Москвы пешеходизировал, и стало в центре лучше. На окраинах нет, по-прежнему. Широченные дороги под окном, все. А в центре вот деревья посадили, ну, как бы лучше стало. Конечно, есть ощущение, что для того, чтобы реализовать такие вещи, нужно будет сменить власть. Поэтому мы ходим на выборы, мы занимаемся избранием депутатов. Вот в Москве и Мосгордуме, муниципальных депутатов в Москве, более 200, в Петербурге 99, а сейчас 101 уже суд выиграли, два мандата вернули. Вот постепенное движение в сторону получения, как минимум, влияния, а то и вообще власти в каких-то городах, для того, чтобы делать удобные города и качественное госуправление обеспечить в них, а не та полукоррупционная, полукоррупская схема, которая сейчас у нас в наших городах и регионах в основном присутствует. Вот такой комментарий Максим Кац, директор фонда «Городские проекты», ну, создатель фактически, один из создателей этого фонда. Насколько то, о чем говорит Максим, пересекается с тем, как вы видите деятельность нашего рекотделения? Вопрос кому? Вопрос всем, опять же. Лучше, если вы будете показывать. Давайте с Ксенией начнем. Мне кажется, что все скрепы, о которых сейчас сказал Максим Кац, они очень важны, они животрепещущие, и делать город удобным, мне кажется, для любого жителя очень важны. То есть, мои взгляды абсолютно здесь сходятся. Роман? Ну, да, фонд «Городские проекты» настроен транслировать идеи комфортного города, урбанистики и качественного градостроительства на наш город. Именно с этими идеями мы идем. И надеюсь, что с выборами в политику, именно политическое решение тоже немаловажное. Собственно, то, о чем говорил Максим Кац, и я очень это поддерживаю и готовился об этом сказать здесь. А мы об этом скажем обязательно. Попозже, да? Попозже, да. Я просто Степана хочу еще спросить. Ну, мне остается только согласиться с коллегами, как бы, ну, большую часть уже сказали. Максим рассказывал мне вчера, что фонд «Городские проекты» очень там тесно, да, сотрудничает с партией «Яблоко», им импонируют, да, те идеи там, да, и та философия, которая может быть вот, как та платформа, на которой партия «Яблоко» стоит. И партия «Яблоко», ну, в том числе, это такой инструмент, как я понимаю, да, для того, чтобы молодые, не очень молодые люди, да, могли участвовать, в том числе и в выборах. И выборы именно в муниципальные думы, чтобы можно было изнутри, имея там какие-то ресурсы, да, потихонечку менять город. Все правильно вы говорите. Да, Роман, про политическую теперь, пожалуйста, да. Ну, вообще вопрос идет про всю вертикаль власти, и, как вы помните, не уверен, что многие помнят, когда мы в последний раз кого-то в городе выбирали, кроме депутатов вообще, мы не выбираем даже чиновников, и стоит об этом говорить. Я думаю, что наш город и жители города Кирова заслуживают выборов чиновников, как и губернатора, так и выборы мэра, и, собственно, этим надо тоже заниматься. Именно эти люди принимают решения и направляют город в правильное русло со своей командой, конечно. Ну, вот смотрите, все равно ведь нужно понимать, что работа там в городской думе, это не только про благоустройство. Получается, что если ты идешь в городскую думу, ты должен понимать, что заниматься придется не только вопросами там каких-то ограждений, еще чего-то, и наверняка вы будете в меньшинстве. Готовы ли вы к тому, что придется сражаться не только в этой сфере. Да вообще не имеет значения. Я думаю, что это не имеет значения. Мне кажется вообще, что при той системе, которая сейчас вообще сложно что-то поменять, менять нужно, и заниматься вопросами в совокупности тоже нужно. То есть нужно будет вникнуть и в другие вещи, чтобы что-то изменить. Ну, тогда смотрите, такой вот момент. Понятно, что вся там философия благоустройства, урбанистики, она ясна. Но, тем не менее, работать придется на практике. То есть работать придется с тем, что есть. Вот здесь, с этой точки зрения, есть ли у вас какие-то уже готовые практические решения, что-то, что вы на конкретном примере можете рассказать людям, что вот есть сейчас вот так вот, а я готов сделать по-другому. И у меня есть такие, какие-то прописанные там, да, шаги. То есть с конкретным каким-то участком проблемным. Это проблема нашей власти, и вы сейчас немного транслируете ее идеи, и проблема устоявшейся выборов Советского Союза, мне кажется. Об этом когда-то говорил Максим Кац, и я сейчас повторюсь. Если вы идете на выборы, покажите нам программу. Покажите нам программу, покажите нам решения, покажите нам какие-то проекты. Естественно, в городе Кирове есть активисты. Нет, нет, это не привязано к выборам, это привязано к работе конкретно в городских проектах. Да, я и хочу рассказать про городские проекты, я поэтому и выхожу к этому, что у городских... Вообще в городе Кирове существует огромное количество активистов, и возможно, да даже невозможно, а скорее всего точно, городские проекты будут объединять этих активистов и транслировать их идеи. Есть и система донатов, и поддержка проектов, и проекты в городе Кирове, конечно, делаются. Ксения, может, продолжите тему? Да, я вам хочу сказать, что про опыт, что, я имею в виду, вопрос был конкретно про опыт. Опыт есть в нашей организации, которая уже существует достаточно долгое время, это городские проекты. Там имеются специалисты разных отраслей, которые уже добились чего-то, как вот сейчас Максим перечислил, и в Москве, и в Петербурге. То есть есть, так скажем, опоры, на которые мы сможем оперяться раз. И здесь, в нашем таком пусть небольшом сообществе городских проектов в Кирове тоже есть люди с бэкграундом, с опытом, с каким-то багажом, которые готовы делиться. Ну, ваши программы вообще, они чем-то принципиально друг от друга отличаются? Наши программы? Ваши программы как кандидатов на постпредседателя. Были программы кандидатов в руководители проектов. Я могу рассказать о своей, каждый может рассказать о своей, конечно. Моя программа состояла в развитии самой структуры городских проектов. Собственно, об этом была моя программа. Ну, чуть неинтересно. Чуть-чуть поподробнее. Ну, я вижу, что мы должны стать значимы и видимы. И все мои тезисы были основаны на формировании общественного запроса на эту программу. Это раз. Во-вторых, привлечении сторонников. Два. Реализация уже текущих проектов, которые сейчас есть. Мы можем эти проекты поддержать и с ними работать. В принципе, это основные качества, на которые я делал упор. Еще меня на дебатах запомнили, как человека, который мечтает о красивом лофт-помещении для проектов. Собственно, еще это могу сказать. Собственно, если этого достаточно, можем передать слово. А сторонников как планируете привлекать? Сторонников планируем привлекать различными способами. Красивым лофт-помещением. Скорее всего, красивый лофт-помещением. Между прочим, привлекает. С кондиционером. С кондиционером, да. С сторонников тоже. Да, с кондиционером. В холодном тепло. В жару холодно. Почему задаю вопрос про сторонников? Потому что, как правило, чем больше общественный резонанс что-то вызывает, тем больше даже та же самая власть обращает на это внимание. Потому что одно дело, когда ты один пытаешься реализовать какой-то проект, другое дело, когда у вас 100, 200, 300, 400. И понятно, что этих 400 тоже нужно как-то привлечь. Согласен, что мысль очень верная. И сторонников... Почему я об этом сказал? Раскрывать какие-то способы я пока прямо в этот микрофон и в этой студии не готов. Производственная тайна. Несколько способов ясно. Но они есть. Думаю, что могу рассказать о лектории, устройстве лекториев и приглашении людей, интересующихся данной темой, на эти мероприятия. Скорее всего, вот такие мероприятия с целевой нашей темой будут способствовать привлечению аудитории. То есть сначала люди приходят как слушатели, потом они вовлекаются в проекты, правильно? Возможно. Нужно же все-таки узнать, что такое. И так как у городских проектов и у темы, которую транслирует директор городских проектов, достаточно много зрителей, я на 100% умерен, что в нашем городе есть эти зрители, и они будут готовы присоединиться к этой теме. Три способа уже рассказал. Так, Роман Боков. Степан Красков. Моя программа была, это ликвидация мест концентрации ДТП в городе Кирове. Ну, насколько мы знаем, что у нас в городе достаточно много ДТП в последние годы. То есть с каждым годом увеличивается. И мы видим, что те методы, которые использует администрация и ГИБДД, они не помогают. И я хочу внедрить те методы, которые помогут именно сделать наши улицы безопаснее, и количество ДТП и смертей станет в разы меньше. Как планируете их внедрять? Ну, вот у нас пока до пандемии была договоренность со встречей в администрации, но всё пока отменилось, и непонятно, ну, не на определённый срок как бы вот. ГИБДД готовы как-то идти навстречу? Ну, они условно готовы, но пока что делают наоборот всё. Ксения? Ну, рассказывая о своём проекте, сразу хочу сказать, что у меня был такой локальный проект, проект по благоустройству Ежовского озера. Давайте напомним слушателям, где Ежовское озеро. Ежовское озеро у нас находится, если мы едем по улице Горбачёва, спускаемся у Трифона монастыря, и сразу 50 метров направо находится Ежовское озеро. Рядом у нас Клыновка, Вязка. Не все знают даже, что там озеро. Да, это очень странно, мне показалось, что вроде бы центральное место города должно пользоваться популярностью, но оно абсолютно неблагоустроено. И, в общем-то, моя мысль заключалась в том, чтобы продлить Нижнюю набережную до Ежовских прудов, чтобы увеличить такой, так сказать, может быть, веломаршрут, может быть, для спортсменов, каких-то пользующихся спросом. Но так как мой проект был очень узким, да, даже в рамках этого проекта предусматривалось, что как-то за счёт этой группы вовлечения в то же благоустройство этого района, района Ежовского озера, привлечь людей, да, заинтересовать их темой благоустройства города в целом и безопасности, то есть такой немножко партизанский ход. Пришли, распробовали, познакомились, чтобы им понравилось, и к остальным проектам у них уже такое сформировалось отношение позитивное, чтобы они понимали, что они туда придут, и они опять эти эмоции положительные испытают. Да, был такой смысл. Как вообще прошли сами дебаты? Доводилось ли до этого участвовать в подобных мероприятиях? Не было ли какого-то дискомфорта, я не знаю? Начну первый, потому что для меня это был вообще первый опыт подобного мероприятия. Конечно же, было волнение, но этот опыт очень интересный, когда тебя ставят в дискомфортные условия, отвечаешь на вопросы быстро. Это всё очень здорово, лично даже для себя, как для человека. Ну, в общем, да, мне понравилось. Какие вопросы вообще люди задавали? Вопросы были разного характера по благоустройству города, что бы конкретно делалось с тем или иным видом транспорта, как бы мы могли что-то изменить в городе, привлечь внимание к теме, как бы мы могли привлечь как раз те вопросы, которые вы задавали, привлечь людей. Ну, в общем, Роман? Двигаясь по теме вопросов, мне понравились такие вопросы с подвохом, где сложно определиться с урбанистической стратегией. Например? Например, про трамвай. Да? Как? Степан, напоминай. А, то, что трамвай хотели построить несколько раз, но не получилось. В общем, были такие интересные вопросы. На самом деле, это вопросы сложные, и вообще урбанизм – это сложная тема. И иногда, на мой взгляд, в урбанизме и в урбанистических суждениях нет чёткого одного правильного решения, а стоит делать какие-то отклонения в ту или иную сторону. Но всё-таки принципами урбанизма можно пользоваться. Ну, например, что главное в городе всё-таки люди, а не автомобили. Да? И вот исходя из этих принципов, можно формулировать какие-то урбанистические решения. Что, думаю я, про вопросы? Вопросы были интересные. И теперь про то, что я чувствовал после дебатов. У меня был целые сутки, я чувствовал небольшое волнение от того, что произошло, потому что это было интересно. Для вас это тоже первый опыт? Дебатов по скайпу, да. Нет, я даже сам вёл и организовывал дебаты в какой-то момент жизни. Но тут было интересно. Это весело. Степан? Ну, для меня это вообще первый опыт, потому что я ещё достаточно молод. Вот. После дебатов и после тех вопросов, которые задавали, не захотелось ли там, я не знаю, скорректировать немного свою программу, или поняли, что вот здесь, вот в этом месте я, не знаю, переборщил, или наоборот нужно доработать? То есть какие-то мысли люди вам подкинули вообще? Полезные. Дискуссия рождает трезвое решение, и дебаты – это одна из форм дискуссии, которая родила эти трезвые решения. И действительно, всё очень круто, здорово повлияло на корректировку. Это серьёзно. Это правильное замечание. Ну вот смотрите, да, к вопросу о поиске компромисса, да, и тому, как существовать вместе там у урбанистики, и людям, которые, ну, по натуре своей достаточно консервативны. Приведу там на примере вот в Урванцево у нас сделали ограничитель 30 км в час, там рядом школы, несколько пешеходных переходов подряд, и часто приходится ездить на такси, и каждый таксист, вот каждый практически без исключения делает замечание по поводу этого знака. Вроде что такое, какие 30 км в час – это город. И вот здесь насколько вы готовы идти на компромиссы в этом плане? То есть, с одной стороны, урбанистика нам вещает совершенно точно и ясно, что скорость передвижения по городу должна быть, ну, чем меньше, тем лучше, грубо говоря. Тем безопаснее. Но есть и люди, которых, увы, ах, пока большинство, которые не хотят двигаться по городу со скоростью 30 км в час. Здесь нужно гнуть свою линию или действительно пойти на какой-то компромисс. Нет, я понятно говорю о тех участках, где это оправдано. Нужно начать с малого, скорее всего. То есть, начать на отдельных участках делать, ну, пробовать эксперименты, а потом уже, когда люди привыкнут ко всему этому, уже начать делать это массово. Так же было в Москве, ну, сначала возмущались, а потом, ну, как бы, сейчас уже всё нормально. Ребята, вы как думаете? Постепенно или сразу, и пусть привыкают? Я готов отвечать даже с личной точки зрения. Специально проводил эксперимент, чтобы доехать до необходимого мне места, это с филейки до цирка, назовём этот путь так. Я проделываю определённый маршрут и ехал с максимально разрешённой скоростью 79 км в час, останавливаясь на всех светофоров. И также я... С максимально ненаказываемой скоростью. Ненаказываемой. Ну, стоимость, которую двигают, двигают, максимально разрешённой скоростью. Все едут, видим знак 60, едем 79. Окей. И в другой раз я поехал под 40 км в час, не торопясь, стоял меньше на светофоров, доехал быстрее. Мне кажется, что многие автолюбители не в курсе, что в городе нет необходимости двигаться с большой скоростью. Именно об этом хотелось бы всем рассказать мне. Вы знаете, я опять же к своему опыту вернусь. Когда я училась в автошколе, преподаватель, не ученики, а преподаватель сказал, что какая разница, вы будете двигаться с той скоростью, с которой движется поток. Я просто сидела, не знаю, минут пять просто хлопала ресницами. Для меня это было шоком и непонятно, то есть в смысле. Ну, когда ты едешь в правом ряду со скоростью 40 км в час, тебя все ненавидят. Карму тебе портят. Но это на самом деле сформировалось из-за каких-то устоявшихся норм поведения водителей на дороге. И еще есть одна проблема, что в нашем городе водители громче кричат, чем пешеходы. А они прям, ну, если посетить какие-то паблики, водители, ух, какие недовольные. Можно я? Ну, да, пожалуйста, конечно. К ответу на этот вопрос. Как людям? Наверное, насильно делать и заставлять, вы должны пройти через боль, через 30 км проехать и когда-то понять, что это норма. Это тоже хорошо, имеет место быть, но все-таки просвещение здесь немаловажно. И чтобы эти вопросы поднимались где-то в СМИ, лишний раз напомнить людям. И все-таки вот это большинство, как говорится, поток, тот поток, который едет, это очень философский, едь вместе с потоком. Извиняюсь, но если поток будет двигаться в том направлении, в котором его просветили, и скажете ему, что это правильно, чаще будут эту мысль продвигать, я думаю, будут успехи. От вас возникает только один вопрос, через сколько лет эти успехи наступят, пока мы просвещаем людей? Вклиниваясь в этот разговор, я отмечу, что как и Ксения, так и Степан являются активными пользователями велосипедов. И именно организация велосипедной структуры приведет к чему? Велосипедизации города. Да, и к тому, что водители будут спокойнее на дороге, увидев тот факт, что есть организованное велосипедное движение. И этот вопрос сейчас очень ярко транслирует Дарья Беседина в Московской городской думе, потому что там происходят ярые дискуссии по организации велодорожки в одном из районов. Роман перебил вас, нам нужно просто прерваться на полторы минуты, а после мы вернемся тогда сразу к велосипедам. Программа «Дневной разворот» продолжается. В нашей студии Ксения Логинова, Роман Боков, Степан Красков. Говорим сегодня о работе Кировского отделения фонда «Городские проекты». А конкретно мы говорим с ребятами, которые являются кандидатами на пост председателя. Сегодня вечером, я так думаю, что, наверное, вечером все-таки будут подведены итоги дебатов. Дебаты были в субботу, все еще можно посмотреть на них в Ютьюбе, увидеть это все и проголосовать за того кандидата, который вам более симпатичен. Всего кандидатов четверо Николай Попов, к сожалению, сегодня не смог с нами выйти на связь по разным техническим причинам. Мы возвращаемся все-таки к тому и к той программе, которую наши гости сегодняшние, каждый из них готов будет реализовать в случае избрания председателем. Но и в случае просто работы в фонде, я так понимаю, что вы все равно будете так или иначе теми вопросами, которые вы презентовали, заниматься. И вот сейчас у меня вопрос. Я вчера, когда говорила с Максимом Кацем, специально его спрашивала. Все-таки вот работа в фонде – это волонтерская история или нет? Почему это важно? Потому что человек, который работает где-то еще, он большого внимания и большого количества времени уделять вопросам урбанистики, наверное, и не сможет. Или это не так? Кто? Ну, не знаю, Ксения, Ксения, Роман, Степан. Я думаю, что да, я буду это сочетать с своей работой на первом времени. Все-таки это волонтерские сначала какие-то порывы. Поэтому, да, сочетать с работой, а потом уже постепенно переходить и углубляться, внедряться в это дело. Ваша основная работа, она как-то связана с урбанистикой, с улучшением пространства вокруг себя? Нет. Нет. Роман? Роман. Роман будет, если путь на посту лидера, то отчасти некоторых нюансов моей работы придется отказаться. Но все мои трудовые проекты, назовем это так, можно совмещать с этой деятельностью, потому что они текущие проектного вида. То есть вы в своем графике свободны, вы про это говорите, да? Или в тематике, по которой вы работаете? Сложно осуществлять жизнь по графику с пятницы до субботы. Мне так сложно, я так жить не смог и давным-давно отказался от работы по графику. Пять на два. В жизни нет графика. В жизни есть семья, работа и те идеи, проекты, которые мы следуем. Степан? Ну, я пока являюсь студентом, и у меня график практически свободный. Когда нет учебы, я освободен. Особенно в этом году. Этот год, конечно, да, всем студентам. Я просто вспомнила свое студенчество, и мне кажется, что на работе-то я посвободнее. Возможно, да. Но действительно, тут вопрос в том, насколько будет большая загрузка условно в последний год учебы, да, и сможет ли человек уделять большое количество времени именно, ну, вот, не знаю, там, этой части своей жизни. До перерыва начали мы говорить о развитии велосипедного движения. Ксения, вот в вашем проекте, я насколько поняла, там была ему посвящена какая-то часть. Ребят, как у вас, насколько вообще считаете важным именно это направление, насколько реально его реализовать в Кирове в ближайшие годы? Для Степана, это, наверное, для человека, который транспортной безопасностью как раз, да, занимается, это очень важно. Ну, по факту это реально все реализовать, потому что уже хотели, ну, реализовывать этот проект на Октябрьском проспекте, делать именно выделенную полосу для общественного транспорта, то есть это как бы можно сделать именно вместе выделенку и велополосы. И это может существовать вместе, поэтому, как бы, проблемы не вижу в этом всем. Не знаю, почему сейчас застой именно с выделенкой, а с велополосами, ну, ничего сложного нет. Потому что водители, которые паркуются в правом ряду, очень недовольны. И власть, мне кажется, прежде чем принимать окончательные решения, очень боится этого недовольства. Ну, это, скорее всего, из-за того, что ушел из администрации Илья Шумнин, ну, я связываюсь с этим, потому что сейчас пока что Дмитрий Осипов, ну, пока что не вошел в полную работу, возможно. Не довело дорожек ему пока выдумывается. Ну, наверное. Ну, я надеюсь, мы как-нибудь встретимся и обсудим эту тему, чтобы уже в дальнейшем это все появилось. Судя по развитию европейских городов и в особенности города, который всю жизнь мечтал посадить всех людей на автомобили и лоббировал это на законодательном уровне, город Лос-Анджелес, отказываются от автомобилей прямо сейчас. Прямо сейчас всех жителей предлагается посадить на велосипед, предлагается использовать велосипед как личный транспорт. И если город будет соответствовать этому предложению и сам город будет приглашать всех на велосипед, мне кажется, это будет более быстро. Но мы должны учитывать, что у нас половину времени в городе зима. Не совсем удобно двигаться на велосипеде. Хотя в скандинавских странах это не проблема. В скандинавских странах я точно то же самое хотел вспомнить, но в скандинавских странах никто этой проблемы не видит. И просто город расположен, чтобы ездили там зимой. Ну, смотрите, да, скандинавские страны, это, конечно, хорошо, но я не знаю, сколько нам потребуется времени, чтобы коммунальные службы у нас начали работать так же, как в Скандинавии, потому что всем понятно, что зимой велосипедисты не смогут съездить не потому, что им, не знаю, религия не позволяет, а потому что им не позволяют трехметровые сугробы на обочинах. Возможно ли тут использовать какие-то временные решения? То есть не капитальная велодорожка, а, не знаю, какое-то летнее ограничение? Как говорит Степан, что все производится с точки зрения экспериментов. И экспериментами никто не занимается, не делает эксперименты, никто не думает, а давайте попробуем здесь ограничивать дорожку. А что такого-то? Ну, вот в Москве попробовали на улице Лесной сделать временную велодорожку. Насколько я знаю, там планируют еще больше делать велодорожек в городе, и, ну, тоже в рамках эксперимента, то есть с обочиной дороги установили именно ограждение для велосипедистов, чтобы автомобилисты ехали отдельно, а велосипедисты тоже как бы, вот. Вот к вопросу, да, еще о велосипедистах, летом особенно, очень часто возникает эта дискуссия, и в социальных сетях по... Можно ли ездить по тротуарам? Да, вот эти тротуары и... А где ездить еще? Ездить, окей, хорошо, но та скорость, с которой передвигаются 70-80% велосипедистов, меня как пешехода пугает, потому что я по большей части передвигаюсь в наушниках, и каждый раз, когда я обхожу какую-то ямку, я вот так вот воровато оглядываюсь, потому что боюсь, что если я сдам куда-нибудь на 15-20 сантиметров в сторону, на скорости 30 километров в час меня кто-нибудь влетит. Вот важна тут тоже какая-то, я не знаю, образовательная часть, вот тот же самый просвещение, да, то есть если вы ездите по тротуарам, пожалуйста, учитывайте, что тут ходят и пешеходы, потому что сейчас пока это выглядит все так, что раз я не могу ехать по дороге с этой скоростью, с этой же самой скоростью я буду ехать по тротуару. Ну да, мне кажется, это неправильно, вот на своем личном примере я очень спокойно езжу на велосипеде, ну, чтобы с большим комфортом добраться и не устать, во-первых, во-вторых, очень часто езжу в платьях, поэтому я думаю, что если больше людей будут пересаживаться на велосипед, больше думающих людей пересядет на велосипед, они в целом выровняют эту среднюю скорость, но тут надо комплексно работать и с тем, чтобы... Я должен добавить здесь, что мне кажется, наша власть действует по принципу, пока гром не ударит, дурак не перегрестится, и как только кого-то собьют, начнут об этом петь и кричать. Ну, вместо того, чтобы уже заранее заботиться о формировании инфраструктуры для велосипедистов, буду ждать, когда все-таки произойдет прецедент, и только тогда. У нас все так, вот с этими заборами, которые стоят на пруду, кто-то крикнул, они увидели, что нужно перекреститься, и поставили там необыкновенного ужаса бред вообще. Администрация рассказывала, конечно, что их завалили просто жалобами на этот сползающий в пруд берег, потому что там ходят мамы с маленькими детьми. Но при этом не сомневаюсь, что в этих жалобах фигурировали просто поставить заборы. Именно серые заборы, вот эти вот, которые ставят по дороге, у меня было ощущение, что просто этих заборов сделано слишком много, и после того, как Осипов публично заявил о том, что больше их на перекрестках вроде как устанавливать не будут, надо куда-то их девать, эти заборы. Вот теперь заборы появились возле пруда еще где-то. Ну вот, кстати, у нас там, да, пара минут буквально остается про заборы тогда. Заборы как-то включены были в ваши программы, на дебатах задавали ли люди вопросы? Потому что это тоже такой достаточно спорный момент. Многие до сих пор уверены, что заборы, он как крестик нательный срабатывает. Ну, мне кажется, вот присоединяясь к мыслям о том, что заборы где-то лежат, они остались, они еще появятся, у меня на дебатах мелькнула шутка, что скоро из заборов будут строить детские площадки, может быть, мы будем в каких-то таких шалашах жить, но на самом деле это странно. То есть где это уместно, это может быть, но где это совершенно не нужно, я думаю, ставить не надо было бы эти заборы. Я могу добавить про заборы, что исследованиями на самом деле доказано, что заборы не несут никакой необходимости в их установке. Также исследованиями доказано, что заборы несут потери бюджета при их обслуживании. И это все есть, это просто нужно посмотреть и почитать, и согласно этому сделать выводы. Это А. И, во-вторых, есть еще ГОСТы, согласно которым вынуждена наша власть, получая предписание от структуры, получая предписание устанавливать эти заборы. Но в ГОСТе написано не забор, в ГОСТе написано какая-то... То есть там не оговорен вид этого культярства. Да, 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 живая изгородь может быть, любые структуры, которые преграждают возможность человека вбегать на дорогу, там, где он этого захотел. Там не прописан серый забор, а цинковка и вот этот вот ромбик посередине с двумя полосочками. Конечно, ужас просто. Еще есть одна тема, которая касается урбанистики. Извини, Степан, про заборы сможешь высказать. Еще нас очень интересует ситуация с увядающими зданиями, которые... Ветхие исторические здания, ветхие исторические объекты, да. На самом деле вот у нас тут... Приказная изба. Приказная изба в особенности, и ей стоит заняться, и есть на это средства, и в общем-то тоже это нонсенс. Один из больных вопросов, Степан, и дорожки, и заборы, и приказная изба. И 30 секунд у вас при этом. Заборы это скорее для успокоения ГИБДД и властей, то есть если человек оказался за забором, ну, перелез через забор и перебежал дорогу, то можно сразу вину свалить на пешехода, то есть сам виноват, сам перелез. И, то есть никаких выговоров не будет самим ГИБДД и другим властям. На этом у нас эфир, к сожалению, заканчивается. Ну, мы, конечно, будем следить за тем, чем занимаются наши сегодняшние гости. В любом случае, я так понимаю, что отделение будет работать сейчас активно, да, отделение фонда «Городские проекты». Наверняка мы вас увидим в этой студии еще не раз и услышим. Спасибо большое. Ксения Логинова, Роман Боков и Степан Красков. Мы на этом прощаемся. Всем до свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!